Красная ковровая дорожка, лучшие рестораторы столицы, звезды шоу-бизнеса. В Москве провели церемонию вручения премии в области гастрономии Royal Russian Awards. Одним из лучших заведений стал ресторан в микрорайоне Сходня. Место, о котором знают совсем немногие, но которое пользуется популярностью в узких кругах. Владелец ресторана Андрей Макраусов рассказывает, организаторы сообщили о номинации за несколько дней до церемонии, а сама премия стала полной неожиданностью. Его ресторан победил в номинации «Лучшая авторская русская и итальянская кухни». Особенность местной еды – приготовление блюд по старорусским рецептам, которые адаптируют под европейские стандарты качества. Сам Макраусов с Урала, из Пермской области, говорит, идеи для блюд почерпнул из своего детства. Я жил в деревне, где было 27 домов, и когда были посты, то есть бабушка, которая в то время готовила именно так, как готовили 100 лет назад. Люди не могут даже в интернете найти, что такое паренки, что такое натурально-гороховая каша, из которой я сделал мусор. Меню Андрей Николаевич разрабатывает сам, причем меняет его каждые три месяца, в зависимости от сезона. Все блюда здесь готовят из экологически чистых продуктов, причем к их созданию он тоже прикладывает руку. Во дворе ресторана – теплица, где выращивают овощи и зелень. Также здесь целый питомник с курами, которые снабжают яйцами и мясом. Отдельная гордость – своя кондитерская. Фрукты и ягоды для десертов доступны в любое время года. Их владелец ресторана лично заготавливает каждое лето. Кондитеров, которые ко мне приходили, они всегда просили усилителей вкуса. Мы сразу, конечно, с ними прощались, потому что я хочу, чтобы было все настоящее. Вот она делает по ГУСТу 163 года. Еще один секрет успеха кухни – правильная подача. Для приготовления еды используют старинную утварь. Глиняные горшки, сковородки, деревянные корыта. Вся посуда ручной работы и ей несколько сотен лет. Это приспособление для нарезки грибов или приготовления фарша. Правильное направление рубки должно еще быть. И тот продукт, который порублен именно сечкой в корыте деревянном, оно вкуснее во много раз. Но качество еды и подача – не единственное, что может заинтересовать посетителя. Будучи сам человеком искусства, Андрей Макраусов превратил свой ресторан в настоящий музей. Обставил его предметами искусства и антикварной мебелью. Например, этот цветец создан около 400 лет назад. Сюда наливали воду, она постоянно была разбухшая, как бочка, да? И лучина тлела, горела, было светло и падала в воду. Многие вещи хозяин заведения позаимствовал у бабушки в уральской деревне. Здесь можно найти лапти, плетеные люльки для детей, рюкзаки из бересты, приспособления для ведения хозяйства. Человек придумал из сучка дерево. И до сих пор этим можно пользоваться. А для чего эта вещь? Это наливали вот этим ковшом сюда пиво, в эту бочку. Вот так. То есть воронка? Да, это воронка, это настоящая воронка. Свой бизнес Андрей Макраусов воспринимает как хобби и старается создать пространство, куда можно приглашать близких по духу людей. Сюда приходят художники, артисты балета, писатели, люди других творческих профессий. Несмотря на расположение, недостатка в клиентах ресторан не испытывает. После того, как я переехал сюда, в этот район, здесь для меня не было мест, где бы я мог пойти и отдохнуть так, как я хочу. Так как я живу здесь, в этом районе, я решил открыть вот это место, это место, где бы мог людям дать откровенно, честно, честно приготовленное, вкусно приготовленную ту пищу. Андрей уверен, по-настоящему вкусная еда не может быть приготовлена в плохом настроении. Повара не в духе, отправляются домой. Возможно, именно хорошее настроение и увлеченность своим делом и есть секрет успешного бизнеса. Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.